я роняю запад у всем привет друзья на связи 5 элемент наконец-таки наступил 2019 год и мы с вами снова встречаемся я по вам очень скучал и логично было бы начать год с обзора смартфона в названии которого есть тоже число 2019 друзья вашему вниманию на обзоре на сегодня huawei smart 2019 поехали ну пока что телефончик мы отложим в сторону и возьмем коробку и проверим что же там внутри есть достаем кстати на коробке написано y и x читается как ух наверное ух какой смартфон на сегодня здесь ждет вот такой конверт пустой дальше у нас идет скрепка для проверки sim слота и подключения карточки micro sd формата далее micro usb шнур для зарядки для передачи данных через компьютер например вот такой блочок зарядный 2 амперовые на совершенно верно и у нас комплекте компания huawei не поленилась и положила наушники мне кажется наушники это достаточно приятно потому что вы сразу с коробки можете общаться по гарнитуре и себя ни в чем не ущемлять поэтому это лайк теперь ведем к самому смартфону начнем задней крышки задняя крышка у нас пластиковая но мировой тренд такой под стекло сохраняется у мировых производителей и даже в самых бюджетных устройствах они пытаются строить что-то такое похожее на стекло в данном случае у нас пластик такой же марки в принципе как стекло но смотрится если чистенький то достаточно хорошо на задней крышке нас двойная интеллектуальная камера светодиодная вспышка датчик отпечатков пальцев который мы тоже проверим конечно же на нижней части у нас динамик разъем micro usb для зарядки питания и 35 jack для подключения наушников или гарнитуры с правой стороны качелька громкости плюс кнопка питания а левая сторона полностью пустая настал момент теперь включить телефончик посмотреть как же выглядит экран и посмотреть что же нас есть на передней панели разблокируем его двумя способами по традиции это распознавание по лицу и разблокировка пальца начнем с последний перекладываем пальчик раз есть прикладом еще разок есть традиционно быстро они работают на телефонах компании huawei а теперь попробуем распознавание по лицу приподнимаем и и еще разок есть вот так выглядит экран если мы про него поговорим дальше то выясним что у нас есть сверху капелька которая кстати также скрывается но по мне она даже выглядит гораздо лучше чем те же брови мы говорили об этом наших предыдущих выпусках посмотрите кстати заходим другие настройки экрана темная область вверху экрана мы ее можем отключить и вот так с ней поработать давайте так пока что я ставим снизу у нас есть бороденка и в ней встроен светодиодный индикатор который отвечает за уведомления кстати о экране 6 21 дюймов а пи с экрана разрешение full hd плюс отношения сторон 19 5 на 9 достаточно вытянутый как меч джедая с яркостью можно поработать например выключить автонастройку либо же настроить цветовую температуру то есть можно настроить похолоднее потеплее как вам больше нравится оставим сейчас по умолчанию и вернемся обратно углы обзора традиционно на айпес экранах достаточно хорошая яркость наверное могла бы быть и побольше но в целом я думаю достаточно хотя солнечный день придется в теньке прятаться вот так выглядит демо картинка углы обзора яркость смотрите как теперь перейдем к звуку смартфона здесь как я сказал один динамик и тест этого динамика сейчас прямо перед вами нормально громкий звук немножко суховато из-за того что здесь динамик все-таки один но почему бы и нет двигаемся дальше следующим у нас идет софт и из приятных мелочей здесь то что на достаточно бюджетном устройстве стоит сразу 9 android прикольно не все флагманы дождались этого 9 android 9 android фирменная оболочка и м ю ай тоже 9 версии от huawei и если мы дальше переходим к железу то оно здесь следующее сразу результаты antutu озвучим примерно до 128 тысяч баллов у нас эта штучка набрала восьмиядерный процессор kirin 710 достаточно энергоэффективно как считает компания huawei 3 гигабайта оперативной памяти в данном у нас аппарате 32 гигабайта встроенной памяти 512 гигабайт вы можете добавить с помощью флешек и если мы говорим про батарейку то здесь она на 3400 миллиметра часов чего примерно должно наверное хватать на дня два с таким процессором почему бы и нет и далее финальное чем мы говорим традиционно в роликах это конечно же камера поговорим про основную камеру двойной модуль 13 мегапикселей основной глаз 2 мегапикселя это у нас дальномер для размытия и бокешчик как я сказал светодиодная вспышка и интеллектуальная камера делать он лучше или хуже вам судить конечно по фотографиям которым посмотрим далее а спереди нас камера на 16 мегапикселей теперь немного поговорим про приложение камера заходим основная камера у нас как я сказал на 13 плюс 2 мегапикселя светосила 2 и 2 приложение фотокамера на стандартный режим фотографии с фокусом с отключением или включением интеллектуального режима режим портрет для ваш бакешчик далее у нас идет ночной режим в котором можно с большой выдержкой сфотографировать что-то ночью получить больше света работы кстати в принципе нормально по фотографиям вы в этом увидите и режим диафрагмы когда в ручном режиме можно настраивать замытие заднего фона и режим еще в котором есть профи режим то есть настройка полностью ручная панорама дополненная реальность hdr свет отрезок времени типа таймлапс наверное что-то фильтр либо же водяной знак переходя к верхней панели что здесь изображено у нас есть приложение high vision аналог биксбе на samsung от huawei режим включение или автоматическая постановка вспышки режим live фото который позволяет такую небольшую гифку можно сказать делать из фотографии как я искал отключение либо же включение интеллектуального режима и шестеренка отвечающая за настройки фотокамера теперь переходим к селфи камере ох какой я страшный получается итак режим портрета то есть можно здесь выбирать режим вспышки мягкая вспышка вспышка бабочка россия на вспышка либо же яркая вспышка как студийная такая получается режим простого фото простого фото режим видео также режим еще есть он абсолютно повторяет то же самое в основной камере ночной режим кстати тоже имеется они ответьте как переключился на основную камеру обратно ну и ладно так здесь можно в портретом режиме настроить режим эффект в размытие либо же включение либо отключение вспышка мы поговорили и конечно же ваш любимый режим это красота вот на 10 баллов я сейчас прям выгляжу а так на ноль это я так выгляжу всегда вот такая камера в режиме дополненной реальности вы можете быть кем угодно котиком четырьмя картинками заек вот смотрите какое красиво просто нос тоже красный batman чертик я не знаю что примерить можно классные очки кстати по моему мне идут и также в этом же режиме можно менять фон к примеру я оказался в каком-то наверное китайском анимешном комиксе вот так вообще замечательно смотрится я Привет, ребзи! Тест звук и картинки на фронтальную камеру Huawei P Smart 2019. Как вам? Пишите в комментариях, как вам звук. Фокус на мне. Фокус не на мне. Звук. Эгей. Как вам? Итог по камере. Неплохая, в принципе, камера. Иногда бывает, конечно же, ошибается, как, например, в сцене с лифтом вы видели фотографию. Но, в целом, добротная, неплохая, особенно селфи-камера. Что по итогу сказать о данном смартфоне? Неплохой представитель бюджетного сегмента, в котором он будет соревноваться с другими большими производителями. И, как говорится, соревнуются большие производители, а выиграют всегда покупатели. Так что, если вам понравилось данное видео, поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал. И самое главное, помните, что 5 элементов всегда на вашей стороне. Пока!